Всемирный фонд дикой природы присоединился к масштабной акции, объявленной Международным фондом охраны журавлей и рабочей группой по журавлям Евразии. Союз охран птиц России выбрал журавля птицей 2020 года в России. Бассейн Амура – самый журавлинный регион мира. Здесь встречаются 6 из 15 видов журавлей, обитающих на планете. Журавлей можно встретить на всех континентах, кроме Южной Америки и Антарктиды, но численность многих видов невелика, а некоторых остается очень низкой или даже продолжает уменьшаться. Поэтому объявление Всемирного года журавля – это сигнал тревоги для общества, сигнал о том, что редким видам животных угрожает опасность и они нуждаются в нашей помощи, сказал Петр Осипов, директор амурского филиала WWF России. Основная причина сокращения популяции птиц – ухудшение условий естественной среды обитания и, как следствие, уменьшение кормовой базы и сокращение ареала. Крупные птицы, тем более гнездящиеся на земле, могут быть особенно уязвимыми перед различными угрозами. Играет и человеческий фактор – осушение болот и распашка для выращивания сельхозкультур, использование степей для выпаса скота, застройка места обитания, выжигание сухой растительности, необходимое для гнездования журавлей, браконьерство в местах выведения потомства и зимовок птиц. И даурские журавли, и дальневосточные аисты являются видами, занесенные в Красную книгу России, в Красные книги регионов, в том числе Приморского края, и в Красную книгу Международного союза охраны природы. В год журавля продолжится работа по созданию новых и повышению статуса существующих особо охраняемых природных территорий в ключевых местах обитания журавлей и аистов. Фонд проведет учет численности птиц, поддержит деятельность антибраконьерских и противопожарных групп. В октябре 2020 года на Дальневосточной конференции по заповедному делу будет рассмотрена новая редакция стратегии сохранения японского и даурского журавлей, наиболее редких в бассейне Амура. А самой массовой кампанией этого года станет межрегиональная просветительская акция «Журавль-птица мира». Главная ее задача – предоставить жителям Дальнего Востока полную информацию о журавлях бассейна Амура, об опасностях, которые их подстерегают. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин